Этой тёлочке по кличке Зазноба от роду всего три дня. Однако малышка уже уверенно стоит на своих ножках. Зоотехник фермы, говорит, отдельные боксы для телят спасения от вирусных инфекций. Поддержав хозяйстве нет. Всё благодаря новой технологии содержания новорождённых животных. Для каждого телёнка своя кабинка, тёплая соломенная подстилка, а стены съедобная и полезная трава люцерна. Повсюду ветки сосны. Это природная дезинфекция воздуха. Смола убивает неприятные запахи и микробы. Здесь телята находятся три месяца. Они отдельные. Это такая технология. Удобно, нормально, потому что они друг с другом не общаются. У каждого индивидуально. Вот своё дитьё, питьё. На ферме сегодня более 500 животных. Среди них большая часть – это высокопродуктивные коровы. Зоотехник Татьяна Даниленко признаётся в условиях зимы. Каждая бурёнка только за одно доение приносит по 18 литров молока. Хорошие удои зависят от правильного питания. Поэтому в рацион животных сегодня входит сила сена, жмых, витамины. Коров-рекордсменок подкармливают сахаром. А рекордсмерки у нас есть. У нас есть брусника, которая даёт 40. Ну, 41, когда 44. Ну, мы её подкармливаем сахаром, глюкозой, витаминами. Ну, она должна носить ноги и всё. Такие коровы есть. Много коров, которые выходят на потенциал. 32, 36, 34. Корма заготовлены высокого качества. Значит, сила, сена, сена и солома. Значит, всё это в достатке. И даже маленько. И что-то будет переходящим. Кормится вдоволь скот. Значит, о чём говорят, опять же, надои. Надои превосходные, даже на этом уровне. Но будем стараться их увеличить. Дорожники отремонтировали несколько тёплых загонов. Построили помещения для персонала. Сегодня на ферме появились новые рабочие места. Трудится около 50 человек. По три тонны молока в день аграрии отправляют на перерабатывающие предприятия Минусинска. Сегодня в загонах более ста дойных коров. Столько же молодняка. Построили адаптер для телят. Дорожники говорят, помещение для крупных рогатых животных получилось просторным, тёплым и светлым. Даже в условиях морозной зимы аграриям удалось сохранить поголовье. Дойное стадо дорожной аграрии планируют увеличить к концу этого года до 300 голов. Сельским хозяйством сотрудники ДРСУ занимаются уже 12 лет. Земледелие стало спасением, чтобы сохранить людей и предприятия. А с присоединением фермерского хозяйства в Каратузском ДРСУ добавилось ещё порядка 3000 гектаров земли. Освоить их дорожники планируют уже предстоящей весной. Планируем в посев ввести где-то 250 гектаров многолетних трав. Это в частности люцерном. Возможно костёр в смеси с люцерной. Может быть что-то ещё из новых многолетних трав. Там козлятник, либо лядвинец такой рогатый есть трава. Этим летом на ферме сотрудники дорожного предприятия намерены отремонтировать и ввести в эксплуатацию новый телятник и родильное помещение. Также на внутреннем дворе разбить несколько откорм площадок. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Субтитры подогнал «Симон»